На очередном видеосовещании Андрей Воробьев обсудил одну из актуальных тем на сегодняшний день. Подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. В этом году по Новосковии 980 тысяч учеников, из них 115 тысяч первоклассников. Все школы готовы к встрече детей. 1 сентября в Московской области откроются 22 школы на 20 тысяч мест и 6 детских садов на 1 тысячу мест. На этой неделе у нас важное событие. Мы закладываем следующие 10 школ. Ну вот, Владимир Александрович, справочник, написали, что построим мы в 2024 году. Все-таки мы исходим из того, что школы сегодня строятся, если не за 18, а за 24 месяца. Если мы закладываем их, соответственно, в августе 2021, когда мы их можно построить? Скажите, пожалуйста. Андрей Воробьев, у нас все школы мы будем стремиться завершить в 2023 году. Многие школы сейчас торгуют просто пир плюс СМР, поэтому срок чуть-чуть больше. То есть мы одновременно торгуем и пиры, и СМР, и с этим мы должны работать. То есть те, которые еще проектируются СМР, СМР, то они чуть позже. Что касается школ, это безопасность, учитывая, что 1 сентября это освещение, переходы через дороги, пешеходные тротуары, это территории, которые огорожены, и охрана, которая работает и функционирует. Люди, которые обеспечат охрану, есть договора со школами и понимание, кто это, что это. Это школьный автобус. На совещании обсуждался ход реализации программы ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой подъезд», которая стартовала по инициативе губернатора в 2016 году. По своему объему она является самой масштабной в Российской Федерации. Всего на территории региона 147 500 подъездов. С 16-го года мы введем программу, и за этот год будет 90 тысяч подъездов в этом объекте. Видим, насколько востребована эта программа, продолжаем ее. Еженедельно Евгений Дмитриевич Рамушин докладывает мне все, что связано с работой в муниципалитетах. Я сегодня прошу еще раз сделать акцент и показать, где мы находимся в красных зонах, чтобы коллеги усилили, приложили больше усилий для того, чтобы капитальный ремонт прошел у нас все. Какие подходы основные в реализации программы? Ну, конечно, в первую очередь, адресный перечень утверждается только в ассоциации Совета Монквартирных Домов. Да, работа по каждому полку согласовывается старшим по дому, правдому. Прием к работе осуществляется тоже с участием старшего по дому. Обязательно мы ввели 100% строительный контроль за всеми подъездами, централизованными государственными бюджетными учреждениями НКР и жилой спекции. Еще одна важная тема – реализация программы по оснащению учреждений здравоохранения современным оборудованием. По поручению губернатора в течение нескольких лет предусмотрена замена аналогово-медицинского оборудования на цифровое. Поэтапно будут меняться рентгены, маммографы и флюорографы. Всего 276 единиц. В текущем году и наших планах на 2022 год. В 2021 году всего на закупку медицинского оборудования было выделено 7,5 миллиардов рублей и запланировано на приобретение более 5000 единиц оборудования. Отдельно расскажу про тяжелое оборудование. Этот год – это 35 единиц. 10 КТ, из них 5 уже начали свою работу. Два мобильных КТ мы приобретаем с учетом нашей сейчас постоянно развивающейся истории с ковидной инфекцией и необходимостью КТ в той или иной точке Московской области. А мы покупаем два передвижных КТ, которые будут закреплены за территориями Люберца и Единцова. 7 аппаратов МРД, 12 рентгенов, 3 ангиографа и 3 маммографа. В Раменском городском парке культуры и отдыха начнутся работы по благоустройству территории, не дожидаясь областного финансирования. Работа на благоустройство рассчитана, но уже в этом году должны проводиться работы в парке, некоторые из них должны в этом же году даже и завершиться. Поэтому я уверен, что у нас все получится. А парк, учитывая, что приобретет новый, но в том числе сохранит историчность свою, в нем появятся новые объекты, которые будут очень привлекательны для жителей города. И уверен, количество людей, посещающих парк, увеличится.